Светлана Панкратова вместе с дочерью Дашей пришла помогать высаживать деревья в микрорайоне Волгарь. Признается, любит свой район и хочет участвовать во всех событиях, которые положительно влияют на качество жизни. Очень хочется быть участником жизни нашего микрорайона, поддерживать ее. И в целом улучшение микроклимата будет. У нас очень здесь много всяких животных, птиц. 300 саженцев пирамидальных тополей теперь будут расти недалеко от пересечения улиц Осетинской и Софьи Агранович. Решение о необходимости высадки деревьев крупномеров для создания защитной полосы было принято на встрече главы города Елены Лапушкиной с жителями Куйбышевского района по теме качества воздуха в микрорайоне Волгарь, которая прошла 8 сентября 2022 года с участием представителей Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Природоохранной прокуратуры. Глава Самары тоже приняла участие в создании новой зеленой зоны. Жители, безусловно, будут нам сообщать, поливаются деревья или не поливаются. Но мы сами, прежде всего, заинтересованы о том, чтобы каждое дерево посаженное укоренилось и давало тот результат, на который мы все рассчитываем. Всего будет высажено полторы тысячи деревьев на границе санитарно-защитной зоны городских очистных канализационных сооружений жилой застройки микрорайона Волгарь. Все саженцы закуплены и их группами, когда позволят погодные условия, будут высаживать осенью и весной следующего года. Деревья располагают в шахматном порядке с шагом посадки полтора метра и шириной между рядами в три метра. Эта территория – это часть нашего земельного участка. Соответственно, мы передали городу его для вот этой вот акции. Польза будет, по-моему, всем ясная, потому что чем больше деревьев, тем больше кислорода, тем легче людям жить и дышать. За саженцами будут ухаживать специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Непродуваемые лесные полосы действуют по принципу непроницаемых экранов. Выполнять свою работу деревья начнут уже следующей весной, после того, как укоренятся и наберут силу. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.